Друзья, всем привет! Это видео я хотел бы адресовать всем, кто хочет в нашем бизнесе добиться успеха, да и вообще не только в бизнесе, а в целом в жизни. И это видео на тему саморазвития, то есть изучения литературы, изучения книг и так далее. Почему большинство людей не преуспевают в каком-либо бизнесе, в том числе и в жизни? Потому что не хотят учиться профессиональным навыкам. Вы прекрасно понимаете, что в любом деле выиграют только профессионалы. Дилетанты никогда нигде не достигали больших высот, не зарабатывали хороших денег, по крайней мере, легальным путем. Также в нашем бизнесе, если человек не учится, ну, наверное, грош ему цена. Если он не меняется, не изучает что-то новое, не развивается, грош ему цена. Увы, на рынке труда грош ему цена. Он может быть хорошим, приятным, интересным, добрым, общительным человеком. Но на рынке труда, ну, наверное, он будет зарабатывать очень маленькие суммы денег. Мы, я, кстати, могу вам признаться, да, раньше я никогда не любил читать. Да, но когда мы начали занимать этот бизнес, да, то есть я через силу, наверное, начинал читать. И на сегодняшний день мы это очень любим. И вот эта вот небольшая наша маленькая библиотека, да, здесь, конечно, не все книги, потому что часть книг у нас еще по дому лежат, на разных полках, на прикроватных тумбочках, да. Очень много книг в электронном виде, очень много видеозаписей. Ну, естественно, конечно, очень много книг мы раздарили. Какие книги вообще нужно читать, да, вы прекрасно понимаете, что, то есть есть ряд книг, с которых нужно читать. Я там сейчас такой быстрый, наверное, экскурс проведу, потому что самые основные книги я стараюсь не раздаривать, да, сохранять у себя для того, чтобы можно было где-то что-то перечитывать, да, что-то брать для себя. Если кто-то из вас недавно начал наш бизнес, да, и, может быть, пока не изучал вот это направление и вообще не занимался саморазвитием, я бы вам порекомендовал бы начать изучать это с Бода Шефера, да. Есть такой автор Бода Шефера, вот думаю, где она у меня. И у него есть такая книга, очень хорошая книга «Законы победителей». В этой книге несколько, тридцать законов победителей, да, про которые, ну, которые, в принципе, пригодятся в жизни любому человеку. Эта художественная института очень легко читается, очень интересная, да. Дальше я однозначно порекомендовал бы каждому это прочитать «Богатый папа, бедный папа», да, то есть Роберта Киосаки. У него самые известные книги – это «Богатый папа, бедный папа», «Квадран денежного потока», вы видите, да. Также я рекомендовал бы прочитать из его серии «Это бизнес 21 века». Как раз книга написана непосредственно про нашу профессию, про наш бизнес, где Роберт Киосаки описывает бизнес 21 века, сетевой бизнес-позиции того, что, то есть, ну, да, он очень сейчас развивается, набирает обороты. Также у Киосаки рекомендую книгу прочитать «Школы бизнеса», очень классная книга, тоже такая небольшая, тоненькая. Что еще, да, в первую очередь? Однозначно, каждому из вас, да, тоже понравится вот такая ли книга, ну, то есть, она, конечно, потолще, подороже, но тоже, так скажем, как пища для ума, «Миллионер за минуту», художественная литература, очень легко читается, да. Давайте посмотрим, что еще здесь у нас есть. Есть такой автор Ричард Брэнсом. Я у него был даже в Москве на выступлении, да, то есть, и он прилетал из Америки и делился своим опытом. Это уникальный человек, который создал большое количество бизнеса и на сегодняшний день, да, вот буквально через пару месяцев у них будет готов первый шаттл, да, на… И будут экскурсии на Луну, то есть, представляете, первый космический шаттл, где в этой книге у нее есть такие, несколько книг, а таких самых известных. Это небольшая книга «К черту все, берись и делай», я, наверное, советую с нее начинать. Здесь, насколько я знаю, несколько книг собрано. Так что начнись его читать с книжки «К черту все, берись и делай». Следующая литература, которую также посоветовала бы однозначно почитать, да, сейчас я посмотрю, она у меня здесь есть. Вот тоже из «Боди Шепфера» это простое лидерство, но это нужно читать, когда уже есть команда. Там, знаете, на уровне 15%, к примеру, да. Да, очень хороший автор Билл Ньюман, тоже у нее книга такая известная, «Парите вместе с орлами», советую почитать. Ну, к примеру, наверху, вот вы видите, да, у меня много таких более тоненьких брошюрок. Здесь, к примеру, вот сейчас я приобрел себе, буду изучать на праздниках. Эта книга вот 12 недель в году, как правильно вообще планировать, как правильно распоряжаться в своем времени, так, чтобы успевать много. Однозначно, да, ну, важная книга по делу и лидированию, правлению. Мне очень нравится книга «Думай, как миллионер» в «Хардфекер». Это книга, которая позволяет, ну, задуматься вообще и позволяет развивать мышление, как правильно это все делать, да. Очень много разных таких брошюрок на разные темы. Здесь, к примеру, есть и, кстати, у Будды Шефера очень хорошая тоже книга «Мани». Здесь есть и «10 уроков на салфетке», такая, как у меня, самая ходовая тоже книга. Ну, то есть очень много мелких-мелких книг, и видите, очень много про лидерство. Кстати, про Будды Шефера тоже я вам рекомендую прочитать вот книгу «Мани». Потом еще книгу «Простой лидерство» я вам показал, да. Вот. С этой стороны, ну, здесь такая посерьезнее артиллерия, да. Здесь уже вы видите Стивен Кови. Ну, и Стивена Кови, наверное, мне кажется, то есть, ну, это чуть не на потом можно оставить. Также в нашей библиотеке есть уникальные экземпляры, даже его обложку сделал. Это книга Роберта Йонаса в Йокнике. Да, эта книга нигде не продается. Она напечатана на русском языке, была только в юбилей компании 45-летие. Здесь вся история компании «Рифэм». Как начиналось, с чего, какие страны открывались, все документы, да. Как братья сталкивались со всеми трудностями. То есть, ну, такая книга вообще уникальна. И даже, да, вы видите, то есть, здесь я собрал максимальное количество автографов, основателей компании, Магнус Брэнстерам, да, и так далее. То есть, книга подписана руководством компании. Очень хорошая литература. Это «Мир без жалоб». Это книга, которая, ну, так скажем, тоже заставляет нами задуматься, как правильно, эффективно свое время тратить, так и правильно распоряжаться. Вы видите, да, очень много у нас ежедневников, которые были списаны на протяжении нескольких лет. То есть, всегда, когда мы ездим на семинары, мы все записываем. Вы видите, да, то есть, такие уже желтые странички. И когда мне нужно что-то найти, мы всегда обращаемся к этим записям, потому что здесь, мне кажется, собраны, знаете, самые-самые выжимки с разных семинаров. Очень хорошая книга. Тоже «Секретный язык привлечения». Очень легкая, интересная книжка, да. Мне нравится также «Огмандина». Его очень легко читать. Такая художественность для литературы. Ну, просто пища для ума. Да, однозначно рекомендую вам прочитать книгу «Деньги. Сетевой маркетинг» Сергея Азимов. Ну, в библиотеках, вернее, в книжных магазинах вы ее практически не найдете. Есть только скачать в электронном виде, да, где-то там, примерно, ну, бесплатно. Очень интересная тоже есть книга «Победи прокрастинацию». Да, что такое прокрастинация? Ну, это смертный грех, да. То есть, говорят в Библии, прокрастинация подписана как смертный грех. Это привычка откладывать все на потом. Вот тоже есть такая литература. Ну, в принципе, да, вы видите, то есть, книги совершенно разные. Книги есть и на лидерство, книги есть по финансам, да, книги есть и по мышлению, книги есть и по психологии, да. Да, и как я уже говорил, это далеко не все. Просто, знаете, вот одно вам хочется сказать. Если вы будете изучать литературу, если вы будете заниматься саморазвитием, если вы будете окружать себя интересными, успешными людьми, потому что не всегда получается в своем окружении найти успешных. И кто-то меня спрашивает, ну, а если у меня в окружении нет успешных людей? Тогда что мне делать? Вот я говорю, да, значит, на первом этапе твоим окружением будут книги. Твоим окружением будут книги, какие-то вебинары, семинары, мероприятия и так далее. И отсюда ты будешь черпать первую информацию, и эта информация позволит тебе двигаться дальше. Так что, друзья, изучайте, развивайтесь, будьте результативными, будьте интересными, да, и будьте успешными. Всем роста и новых званий.